Пяти серийный художественный фильм «Место встречи изменить нельзя» вышел на экраны в ноябре 1979 года, как раз ко дню милиции. Его создатели, режиссер Станислав Говорухин и сценаристы Аркадий и Григорий Вайнеры даже предположить не могли, что картина о буднях сотрудников уголовного розыска в послевоенное время вызовет такой общественный резонанс. Впрочем, если вспомнить, кто появился на экране в главной роли, никаких вопросов больше не остается. О том, какие события легли в основу фильма и кто стал прототипом главных героев, каким изначально был финал картины и что осталось за кадром, все это вы узнаете прямо сейчас. Сценарий фильма был создан по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». Основное действие происходит в послевоенной Москве, где орудует банда «Черная кошка». Есть версия, что в Одессе в 40-е годы на самом деле действовала банда, которая грабила продовольственные склады, оставляя на месте преступления рисунок в виде черной кошки или подбрасывала живого котенка. После войны слухи о беспощадной шайке воров поползли по всему Советскому Союзу, а подобные метки множились со скоростью звука. Но, как выяснилось, это была работа разрозненных мелких группировок, а нередко под знаком «Черной кошки» выступала простая уличная шпана. Однако в фильме отражена история другой бандитской бригады. Красногорской банды Ивана Митина, занимавшейся грабежами и убийствами в Москве и Подмосковье в начале 50-х годов. В честь главаря эта группировка носила название «Банда высокого блондина». Кроме того, в основу сюжета легло судебное дело кандидата медицинских наук Евгения Миркина, который в 1944 году был обвинен в убийстве жены и приговорен к смертной казни. Против него были все улики, но после вынесения приговора оперативникам все же удалось отыскать материалы, подтверждающие невиновность врача. И Миркин был оправдан. Динамичная сюжетная линия детектива держала зрителей в напряжении до самого финала. Фильм смотрели все, как добропорядочные граждане, так и представители криминалитета. Это подтверждают сводки МВД, согласно которым на время показа картины отмечалось резкое снижение преступности. Всем было интересно, смогут ли Глеб Жеглов и Володя Шарапов справиться с пресловутой черной кошкой. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Роль Глеба Жеглова блестяще исполнил легендарный Владимир Высоцкий. Артист сам пришел домой к братьям Вайнерам и заявил, что хочет застолбить за собой эту роль. Он понимал, что внешне, да и по характеру отличается от персонажа, описанного в романе. Но заверил, что так, как он, сыграть Жеглова не сможет никто. Для проформы на эту роль было сделано несколько проб других актеров, которые заведомо не могли тягаться с Высоцким. Когда режиссер Говорухин показывал их руководству, начальство без разговоров утвердило кандидатуру Высоцкого. Создавая этот образ, Владимир Семенович проявлял невиданную на съемочной площадке волю творческого порядка. Себе, да и другим исполнителям подсказывал нужный настрой, задавал в кадре ритм всего эпизода, вдохновлял и поддерживал своих коллег. Именно с его помощью Светлана Светличная, та самая яркая блондинка из бриллиантовой руки, удачно вписалась в амплуа скромной девушки Нади. Высоцкий предложил снимать сцену на кухне и пошагово объяснил, как это лучше сделать. Актер Всеволод Абдулов, который за несколько месяцев до съемок попал в жуткую автокатастрофу, на площадке нередко терялся и забывал текст. Но Владимир Семенович всецело его поддерживал, словом и делом, талантливо дополняя и оттачивая диалоги своим неподражаемым голосом и магнетизмом. После этой роли Абдулов почувствовал, что еще может работать, хотя последствия аварии сказывались всю жизнь. На роль Галины Желтовской Говорухин пригласил свою первую жену, актрису Юнону Кареву. Она играла в театре и не имела кинематографического опыта, поэтому очень волновалась перед камерой. Справиться с эмоциями на площадке ей больше всех помогал Высоцкий. А когда Говорухину пришлось срочно оставить съемки и уехать на фестиваль, то Владимир Семенович на несколько дней занял режиссерское кресло и самостоятельно снял эпизоды с допросом Груздева, убийством Васи Векшина и опознанием Фокса. В сцене опознания актер Александр Белявский никак не мог передать характер своего героя – преступника-рецидивиста Фокса. Тогда Высоцкий посоветовал ему играть не бандита, а человека, который очень себя уважает. Так родился образ эдакого щеголя, который даже в сложных жизненных ситуациях трепетно заботится о собственной внешности. Не без подачи Высоцкого столь выразительным получился образ котики-кирпича. Именно он посоветовал Станиславу Садальскому найти для своего героя какую-нибудь особенность, например, шепелявость. Кстати, у кирпича был реальный прототип – знаменитый вор-карманник Александр Прокофьев по кличке Шора, который в послевоенной Москве контролировал зону трех вокзалов и район Сокольники. По словам Садальского, после выхода фильма «Место встречи» Шора прислал ему в подарок ящик марочного коньяка и в записке поблагодарил за достоверно сыгранную роль. Я не убивал! Не убивал! Не убивал я! Я вам всем заявляю, слышите? Не убивал! Трагедия немолодого интеллигентного человека, арестованного за преступление, которого не совершал, не могла не тронуть сердца зрителей. Актер Сергей Юрский настолько глубоко раскрыл на экране образ Ивана Сергеевича Груздева, что сцена, где его, наконец, выпускают на свободу, у многих вызывает слезы. А их знаменитое противостояние с Жегловым рассматривается не просто как сюжетная пружина, а суровый антагонизм, который некоторые критики назвали социальной пропастью между бесправной интеллигенцией и так называемой властью родом из народа. Несмотря на экранный конфликт, в жизни оба актера тепло отзывались о совместной работе, как в кадре, так и за кадром, когда Высоцкий заменял режиссера на съемочной площадке. А я тебя не расколол, потому что нам с тобой под одной шинелькой спать доводилось. Именно Высоцкому пришла в голову идея пригласить на съемки Виктора Павлова, который блестяще исполнил в картине роль Левченко. Бывший фронтовик, герой, кровью искупивший грехи, а ныне заблудшая душа. В конец запутавшийся, он все-таки сумел остаться человеком. Поставил на кон собственную жизнь, но не выдал своего родного Шарапова, попавшего в западню. Первая серия фильма должна была начинаться с пролога, где сюжетная линия возвращается к годам войны. Левченко и Шарапов плечом к плечу сражаются на фронте и героически выполняют боевое задание. На съемках актерам пришлось не сладко, ведь снимались в холодной воде, промокшие до нитки. И это при том, что Виктор Павлов совсем недавно перенес воспаление легких. К сожалению, героический пролог в картину так и не вошел. Режиссер решил, если будет известно о знакомстве Шарапова и Левченко, то исчезнет детективная интрига, когда милиционер-оперативник попадает в банду. Поэтому о военном прошлом героев напоминает только их ночной диалог в Малине. И одна интересная деталь. У солдат, которые служили в разведке, привычки курить открыто не было. Поэтому Левченко, как бывший разведчик, при разговоре с Шараповым аккуратно курит в кулак. Остались за кадром и некоторые музыкальные моменты. Изначально планировалось, что в фильме прозвучит несколько песен Высоцкого. Но Говорухин посчитал, что это разрушит его образ, в котором зрители увидят прежде всего певца Владимира Высоцкого, а не капитана милиции Глеба Жеглова. Так в кадре осталась лишь одна музыкальная линия – отрывок песни Александра Вертинского, которую Жеглов исполняет в экстравагантной манере, параллельно беседуя с Шараповым. Ярко и блистательно свою роль исполнил и Владимир Конкин. Правда, сначала сыграть Володю Шарапова приглашали других актеров. Пробы проходили Сергей Никоненко, Юрий Шлыков, Андрей Ярославцев, Евгений Леонов-Гладышев и другие артисты. Но начальство требовало только Владимира Конкина, поэтому было решено остановиться на его кандидатуре. Кстати, Леонову-Гладышеву тоже досталась роль в картине. Правда, это был второстепенный персонаж, трагически погибший на задании молодой оперативник Вася Векшин. По словам Георгия Вайнера, у Володи Шарапова есть реальный прототип – старший оперуполномоченный Московского уголовного розыска Владимир Арапов. За свою долгую службу милиционер успел ликвидировать банду, ставшую прообразом знаменитой черной кошки, и раскрыть еще немало запутанных преступлений. Впрочем, по мнению сослуживцев, Арапов имел довольно крутой нрав и характером больше походил на Жеглова. В свое время критики писали, что Жеглоу в фильме выглядит мощнее Шарапова. Прежде всего потому, что он, в отличие от молодого оперуполномоченного, живет исключительно в своем времени – здесь и сейчас, вдалеке от грез о мифической эре милосердия. В то время как Шарапов – умница, красавец, отличник, без единого пятнышка в биографии – скорее похож на идеал молодого следователя и советского гражданина, стремиться к которому призывали всех молодых людей. У идеального молодого человека, конечно же, и любимая девушка должна быть идеальной. Докладывает младший сержант Синичкина. Вызов ложный, ребенок жив. Подкидыш. На роль обаятельной Вари Синичкиной пробовалось более 10 претенденток – Ольга Наумова, Ирина Азер и другие актрисы. Высоцкий уговаривал Говорухина утвердить его жену – актрису Марину Влади. Но против француженки категорически возразил худсовет. Ведь аристократичная Влади никак не тянула на советскую гражданку. В результате на экране появилась улыбчивая Наталья Данилова, которая, кстати, внешне больше всех была похожа на Вареньку из романа. Однако озвучивала сержанта Синичкину совсем другая актриса – Наталья Рычагова. Есть версия, что у Даниловой для этой роли был слишком низкий грудной голос, а нужен был более звонкий девичий голосок. Ведь она играет совсем молоденькую девушку. Наталья признается, что очень любит эту роль. Но одна сцена ей далась слишком тяжело. Речь идет об эпизоде, где ей приходилось брать на руки малыша-подкидыша. Дело в том, что в свое время из-за ошибки врачей актриса вынуждена была прервать беременность. И с тех пор больше не могла иметь детей. Поэтому сцены с ребенком оборачивались истерикой, с которой сложно было справиться. Тем не менее, актрису поддерживали коллеги по съемочной площадке. И больше всех Владимир Семенович Высоцкий. Который находил нужные слова и помогал ей прийти в себя. Кстати, в первоначальном варианте фильма, как и в романе, Варя погибала от руки бандита. Но в гостелерадио решили, что такой финал слишком уж трагический. С каким настроением зрители на следующий день пойдут на работу? В итоге Варя остается жива и забирает из детдома подкидыша. В срочном порядке пришлось доснимать сцену, когда Шарапов приходит к Варе и видит ее с ребенком на руках. Зато теперь у поклонников фильма в душе остается надежда на светлое будущее, торжество справедливости и, конечно, любви. Многие обратили внимание, что образ Вареньки резко контрастирует с другими женскими персонажами. Не бери на понт, мусор! Чего только стоит несравненная манька-облигация в исполнении Ларисы Удовиченко. Изначально юную актрису приглашали именно на роль Синичкиной. Но ей больше понравился образ колоритной девицы легкого поведения. Лариса настолько удачно справилась с ролью, что после выхода фильма стала пачками получать письма из мест лишения свободы с признаниями в любви. А один не в меру настойчивый поклонник даже заявился к ней домой с предложением руки и сердца. Так что актрисе пришлось срочно вызывать милицию. Не менее ярко свои роли исполнили Екатерина Градова, знакомая нам по роли радистки Кэт из «Семнадцати мгновений весны», аристократичная Наталья Фатеева и, конечно, Валерия Заклунная и Татьяна Ткач, воплотившая на экране образы роковых женщин, волею судьбы, связанных с отпетыми бандитами. Какой ценой досталась им эта красивая жизнь, остается за кадром. Зато в центре внимания трепетное отношение мужчин и особый авторитет. Ведь даже сам главарь банды прислушивается к мнению своей женщины. Бабу не проведешь, она сердцем видит. Теперь Горбатый! Я сказал Горбатый! Образ матерого преступника, возглавлявшего банду «Черная кошка», виртуозно передал на экране непревзойденный актер Армен Джигарханян. Между тем, в роли Горбатого братья Вайнеры видели Ролана Быкова. Однако Ролан Антонович отверг их предложение, мотивируя свой отказ депрессией после развода с супругой и нежеланием появляться на экране в образе Карлика, да еще и Горбатого. При том, что он сам невысокого роста и постоянно вынужден выслушивать колкости по этому поводу. Бытует мнение, что образ Горбатого имеет два реальных прототипа. По одной из версий, бандит с такой кличкой действительно промышлял в послевоенной Москве. Он грабил и жестоко расправлялся с таксистами. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах. По другой, это был московский медвежатник Ефим Сиплый, известный своей нечеловеческой силой. Он не вскрывал сейфы, а просто уносил на себе. В фильме главарь банды тоже показан мощным, жестоким и беспощадным человеком, кровожадность которого нужна скорее для того, чтобы доказать свое право командовать остальными. Кстати, среди бандитов немногие узнают Александра Абдулова, которому досталась маленькая роль водителя фургона. Бережа на обоих бережат. Актеру пришлось сделать уродливый грим на пол лица, чтобы скрыть эффектную внешность. Ведь после премьеры фильма «Обыкновенное чудо» его буквально забросали письмами поклонницы со всех уголков Советского Союза. Другие члены банды – менее известные актеры Олег Савосин и Владимир Жариков. Последний, кстати, исполнил практически все трюки в картине. Именно он разбивает стекло и падает на асфальт вместо официантки Марианны. Его же мы видим в образе девушки-регулировщицы с битой бандитской машиной. А еще именно ему пришлось рисковать жизнью под видом Фокса – машине, рухнувшей в реку. Весьма комично на фоне мощных и крепких мужчин смотрится хлипкий бандит по прозвищу Промокашка в исполнении Ивана Бортника. А вы что не ложитесь? Бортник был другом Владимира Высоцкого, и тот поначалу предлагал его на роль Шарапова. Но поскольку была утверждена кандидатура Владимира Конкина, Бортнику досталась эпизодическая, но оттого не менее яркая роль, которая сделала его едва ли не легендой криминального мира СССР. Многие не верили, что Бортник не сидел в тюрьме. Походка, манера одеваться, сальная ухмылочка и воровской жаргон – все это актер позаимствовал из своего детства. В интервью он часто вспоминал, что в его дворе практически все сидели, и было очень много блатных, поэтому колоритные черты Промокашки – оттуда. При том, что сам актер – начитанный и образованный человек. А сцена ареста преступника, где Промокашка устраивает целый спектакль – чистейшей воды импровизации. Настолько реалистичная, что охранники, поставленные в конвое, а это были настоящие милиционеры, которых Говорухин пригласил на съемки, приняли его за реального преступника и едва не побили. Однако некоторые эпизоды с Промокашкой пришлось вырезать. Его поведение и блатная речь были настолько красочными, что консультант картины, замминистра МВД Константин Иванович Никитин, заявил «Немедленно уберите, иначе завтра в каждом дворе появится вот такой же Промокашка». А Валерия Заклунная, сыгравшая Клашу, вспоминает эпизод, где пьяный Промокашка пытался с ней флиртовать. Актриса должна была его жестко отшивать, но каждый раз не могла удержаться от хохота. Поэтому сцену так и не сняли. Многие эпизоды в картине требовали особого подхода. Так, например, было очень непросто снимать послевоенную Москву на улицах столицы, где в кадре то и дело появляется современный советский автопром или железнодорожная техника. А на заднем плане вдруг промелькнет телефонная будка образца 70-х. Чтобы выйти из положения, многие сцены снимали поздним вечером или на рассвете. Этот факт, кстати, был на руку настойчивым поклонницам. Так на съемках возле Большого театра одна из них прорвалась через ограждение. Визжа от восторга, девица просто набросилась на Высоцкого и буквально зубами впилась в его кожаное пальто. Поэтому артиста пришлось выручать всей съемочной группой. Мое почтение, гражданин начальник. Здравствуй, здравствуй. Что это вы катать начали? Иногда для достоверности приходилось идти на хитрость. Например, в сценарии есть эпизод, где Жеглов лихо обыгрывает в бильярд вора Копченова. На самом же деле ни Владимир Высоцкий, ни Леонид Куравлев, сыгравший преступника, играть толком не умели. Поэтому режиссер пригласил на площадку профессионала, серебряного призера Кубка СССР по бильярду Владимира Иванова. Именно его меткий удар мы наблюдаем, когда Жеглов подходит к столу в начале эпизода. В кадре хорошо видно, как актеры бьют по шарам, но в лузу их загонял уже мастер. Хотя один момент, когда Жеглов самостоятельно попадает в лузу, настоящий. Еще одна замена была в Воровской малине, когда Шарапов доказывал присутствующим свое умение музицировать. Вместо Владимира Конкина, этюд Шопена и пресловутую Мурку играет музыкальный редактор студии Галина Бурименко. А рисовать черную кошку Ивану Бортнику помогал сам Говорухин. На белой стене видны еле заметные контуры, сделанные рукой режиссера. Как раз по ним промокашка четко выводит кошачий силуэт. При этом очень интересно, как это ему удалось всего одной папироской. Загадка. Можно бесконечно углубляться в детали. Многие из нас после просмотра делали это тысячу раз. Но фильм от этого ничуть не теряет основного смысла. Это очень пронзительное и народное кино, которое на протяжении многих лет заставляет зрителей смеяться и плакать, с замиранием сердца следить за сюжетом и вместе с героями делать нелегкий выбор на пути к эре милосердия. Ведь у каждого своя правда. И пусть кто-то скажет, что фильм немного старомоден, но есть в нем что-то, что задевает самые тонкие струны человеческой души. Поэтому советский детектив действительно заслужил достойное место в мировом кинематографе.